МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На фоне всеобщей разрухи они построили вокруг себя идеальный мир. Естественно, за наш с вами счёт. Жили в роскошных замках. Их кортежи доносили их на работу идеально ровными дорогами. И даже сёла, в которых они появились на свет, тоже вдруг стали образцово-показательными. Секретные материалы отправляются по знаковым местам бывших президентов Украины. Где выросли, чем вдохновлялись и какими были в детстве будущие главы Украины? Низенькие были такие, вот так, взорвание взвертали в вахту. Что сделали президенты для своих малых родин? Ну, вы просили, чтобы дав 11 тысяч гроши на сервис. Ага. То вроде бы 11 тысяч дав 10. Кто до сих пор помогает односельчанам? Я попросил деньги на корову. А для села без коровы это сложно поражить. И что, дали вам сразу деньги на корову? Ну, я на утро. Мне позвонили. Ну, стыдновато было идти. Ну, дали. Кто преобразил село? Кто настроил памятников? А кто проложил асфальт только к могиле своих родителей? Смотрите прямо сейчас. Будет интересно. Путешествие в прошлое наших бывших главнокомандующих. Начинаем с малой родины первого президента Украины. Сегодня село Волык и Житен – элитный поселок. Всего за пару километров от Ровного. Дорогами тут тяжковато, конечно. О первом президенте в селе Волык и Житен в Ровенской области вспоминают без особого восторга. Початку, да, было. Вы подумайте, что первый президент еще на Ривенщине, все это не будет. Нашего села? Да, аж мали какие-то планы великие. Центр села потрепан. Дорог нету. Я в церкви асфальт положил, все это не будет. Другие, ну, поменьше, в школу дал компьютеры. И это все, чем помог Леонид Макарович своему родному селу. По правде говоря, в селе есть маршрут, где Макарович проложил дорогу. Она ведет на кладбище, где похоронены его родители и родной брат. Вот это сделали до кладбище дорогу, до Майлок и до церкви. Вот это все и клуб построили. Вот теперь перестроили клуб, костями сельской ради все делается. Могилы Кравчуков нам показывает единственный близкий родственник, который живет сейчас в селе. Племянник Александр Мамчур. Позицию села знаменитый родственник не разделяет. Говорит, первый много сделал для села. Это просто чиновники звеном ниже разворовали все. Дал в каждую хату по газовой плитке, по газовой колонце и по котлу. Дал труб на газ, стыки, что Роминскую область можно было обвязать полностью. Недавно Кравчук приезжал на малую родину. Местные выпросили 11 тысяч на церковь. Родительский дом Леонида Кравчука долгое время без присмотра превращался в руину и контрастировал с ухоженными домами местных. Двор не огорожен и зарос травой. Здесь долгие годы планировали сделать музей. Правда, уже и не получится. Это все, что осталось от родительского дома. Дом, как говорят местные, вряд ли кто-то поджигал специально. Все-таки Батьковская хата первого. Что-то такое в душе есть, но не так. А мы продолжаем ездить по родным селам наших президентов. Дальше по курсу маленький районный центр Новгород-Сиверский. Скажите, пожалуйста, а в Чайкино есть сегодня автобусы? Есть. А когда они есть? Я же вам сказала, в пятницу и в воскресенье, 17.40. С этой забытой богом автостанции всего два раза в неделю отправляется автобус в село Чайкино на Черниговщине. На малую родину Леонида Кучмы. Это всего пару десятков километров езды. Дорога в Чайкино невероятно живописная. Сосновый лес в перемешку с березовыми рощами. Да и асфальт, как стекло. Это заслуга бывшего. На въезде в родное село Президента нас встречает камень с надписью. Первое, что понимаешь, приехав сюда, такое село в Украине еще поискать надо. Просто какой-то оазис глуши. Это улица имени Кучмы. Возле каждой хаты двойной забор. Вот этот первый – президентский. Его бывший глава установил вдоль всего села. Второй – у кого какой – свой. Центр села напоминает благополучный мини-райцентр. Просторный детский сад, похожий на особняк. А вот школа, как новенькая, в которой учился будущий президент и величественная церковь Святой Просковьи, которую открыли 10 лет назад в честь его матери. Когда Леонид Кучма был еще маленьким, село жило очень бедно. Здесь было всего несколько домиков. Ни церкви, ни школы. Ну, жили так. Бедненько, вам скажу. Все время. Да, да, все бедно жили. Раиса училась в одном классе с Леонидом Даниловичем. Мы застаем ее за работой. Она бросает все и любезно соглашается с нами поговорить о знаменитом однокласснике. Вспоминает, что будущий президент был хорошим и вежливым мальчиком. Жил только с мамой. Отец погиб на войне. Сейчас, да, он помогал. Кому нет, он сейчас слишком, ходит за слишком. Если что, это, обратись, и расскажет. Вот. Ну, так. Учился он хорошо в школе? Учился крепко, хорошо. Кучмин дом находится от нее по соседству. Он, естественно, здесь выглядит богато. Будущий президент рос не здесь. Этот дворец выстроили на месте его дома. Замечаем, что кто-то есть дома. И даже заходим внутрь с заднего двора. При входе раскинулась большая бильярдная комната и бассейн. За домом огород и беседка. Смотрит за всем этим хозяйством Валя. Я не местная, я ничего не знаю. Я просто здесь. Ну, нам сказали люди, местные, что вы догадаетесь. Что я все расскажу? Не, что вы догадаетесь за обещанцем. Ну, так что я догадаю. Не, вы своего состояния не видели президента? В осени? Да. Не на камеру Валя рассказывает, что сюда экс-президент приезжает пару раз в год. Но раньше, когда Данилович был при власти, сюда приезжали топовые чиновники. Лукашенко не полетел. Лукашенко улетел оттуда. Лукашенко улетел из Новгорода, а Путин... А, да, Путин приезжал. ...в селе, конечно, гордятся таким односельчанином. Когда приезжает, не стесняются просить помощи у Леонида Даниловича. Я попросил деньги на корову. А для села без коровы это сложно поражить. И что, дали вам сразу деньги на корову? Ну, я на утро. Мне позвонили. Ну, стыдновато было идти. Ну, дали. Кучму здесь вообще считают спонсором. Строительство всех больших объектов для населения в три сотни человек – просто чудо. Только проблемы тут, как и везде. Безработица – и село вымирает с каждым годом. Еще одно место, где Даниловичи считают своим – райцентр Новгород-Сиверский. В далеком 2004-м благодаря Кучме этот городок стал центром всеобщего внимания. Для нас, для маленького города, это было большое событие. Столько президентов, вертолеты, и все собрались. Собирались здесь президенты Украины, России и Белоруссии. В Новгород-Сиверском они посетили Спасо-Преображенский монастырь. К такому знаменательному событию город очень преобразился. Здесь вытувалось, прибиралось, чистилось, мылося. Тогда же тут сделали дороги, отремонтировали больницу, построили современный стадион и осовременили железнодорожный вокзал. Ну, вон был, ну, просто был маленький наш, такой, к нашему городу, он был хороший. А теперь? А вот и главная достопримечательность города. Это отель «Славяночка». Наверное, первая в мире четырехзвездочная гостиница, построенная при содействии самого главы государства. Готель славянский, четырехзерковый. У нас за глиной было такой готель, а сейчас он же ж працюет, и мы пешаем с ним. Правда, для местных туда до сих пор дорога закрыта, очень дорого. Вот, с них кто-то мне позволит. У нас одна, у нас тут же комнаты отдыха есть просто для пассажиров. Ну, у нас так, приблизительно 100-170, так, одно кое-какое место. Ну, там больше 300. Я не знаю, конечно, я там не была, но говорят так. А мы отправляемся дальше. По курсу Сумская область, село Хоружевка. Именно здесь, в типичных украинских пейзажах, вырос третий президент Украины. Родина президента еще издалека встречает гостей хорошей дорогой. Когда Виктор Ющенко стал президентом, то дорогу Недрыгайлов-Терный сделали буквально за месяц. Тогда же в село провели газ. Самая большая заслуга, за что мы благодарны Виктору Андреевичу, это было проведено газ, были построены дороги. Дороги у нас имеют в этом окружении лучший вид. Это заметно. Я думаю, вы ехали. Вот на этом холме собрались все достопримечательности, подаренные экс-президентом своей вотчине. Огромный детский дом, Андреевская церковь и помпезный памятник жертвам Голодомора. Это памятник Голодомору. Він запланованный и побудованный на честь хорожевчан, которые в 33-47-х годах померли от голода. А эти хрестики, что стоят между этих брил, они символизируют места, где люди, которые шукали колоски, чтобы подкрепиться, не померли от голода, и все-таки помирали. Вот на честь на этих местах, тут как раз відповідає кількість хрестів жителям, які померли от голода. Когда Виктор Андреевич стал президентом, изменился и его отчий дом. Небольшой одноэтажный дом обтянули красным кирпичом. В отличие от дома Кучмы, сюда журналистов пускают. Возле хаты 23 сотки земли. Есть огород. Возле дома растут сливы, яблоки и калина. И хоть здесь никто не живет, на хозяйстве есть гуси, куры и даже свиньи. За всем этим хозяйством смотрит женщина, которая живет по соседству. Татьяна, більше, доглядає птицю, в якій знаходиться. Вон дивиться, і цесарки ходять. О детстве будущего президента одноклассница Марія мало что может вспомнить. Рекуси, бігав, бився, футбол гуляв, допомагав. Ну, як він, ну ясно. Не те, що він там відмінником був, а вчився на 4-5. Во времена президентства Хоружевка была образцово-показательним поселком. Посмотрите, здесь асфальт положили от центра до самой крайней хаты. Но Ющенко уже давно не президент. І для села тоже настали другие времена. Приїжджав він рідко тепер. Сегодня отапливать админздання денег нет. А в огромном детском доме, построенном Ющенко, проживает всего 12 детей. Ідеального асфальта на соседние села тоже не хватило. Помогает теперь Виктор Андреевич только местной агрофірме, которую основали на базе колхоза. Фірма арендует более 5 тысяч гектаров земли і принадлежит родному брату-экспрезидента Петру Ющенко. Виктор Андреевич допомагає фінансово. Це сьогодні досить важливо. Адже, щоб посіяти, поворати, потрібна техніка. А техніка, щоб працювала, потрібна солярка. А щоб її купити, потрібні немалі кошти. А агрофірма кому належить? Агрофірма співвласника є його старший брат. Єнакиєво. Донецька область. Родина четвертого президента Виктора Януковича. Сегодня Єнакиєво – город-призрак, который бросился в объятия оккупантов. В 2010 году он насчитывал 98 тысяч человек. В оккупации осталось чуть більше половины. После захвата города боевиками так называемой ДНР практически все шахты прекратили работу и закрылись заводы. Єнакиєво, наверное, единственный украинский город, где Янукович еще имеет хоть какое-то влияние. Оккупированным городом сегодня управляет Роман Хроменков, муж племянницы жены Виктора Януковича, который до войны возглавлял горбольницу Янакиєво. До войны Янакиєво не особо процветало. Тут было много заброшенного жилья. Центр города, правда, Янукович немного приукрасил и отремонтировал дороги. Будучи президентом, Янукович не забыл и о родной школе номер 34. А вот он. Очень худенький. Такой вот он высокий, но худенький-худенький. Там поменяли окна, поставили турникеты на входе и даже сделали музей Януковича. Мама, отец Виктора Федоровича, Виктор Федорович с семьей. Еще при въезде в родной город Виктор Федорович построил церковь. Церковь называется церковь Георгия Попиноносца, а Георгий Тимофеевич береговый, он у него как духовный наставник был у Виктора Федоровича. А вот родительский дом в одном из рабочих районов Янакиєва Витя не трогал. Вот здесь, в этой хате, вместе с бабушкой и вырос будущий президент. Без дорог, без работы и без перспектив. Субтитры создавал DimaTorzok